Осенью был освящен закладной кресло, закладной камень для построительства храма, как и положено, и огорожена немного территория, чтобы понять людям, что вот здесь будет строиться православный храм. А пока здесь конечная остановка автобусов. Строительство храма иконы Божьей Матери, жители улицы Шумакова, смогут наблюдать уже в апреле, рассказывает отец Константин. К слову, и возводят этот объект для них, так сказать, храм в шаговой доступности. Сам храм будет находиться по проекту примерно вот в этом месте, где мы сейчас стоим. Общая территория, она разделена нами на две части, потому что на одной части нашей земли сейчас разворот автобусов, и мы пошли на уступки, конечно же, для того, чтобы водители могли спокойно сходить покушать и так далее. Вот, то есть друг другу мы мешать не будем. По проекту, который новоалтайские архитекторы представили на градостроительном совете, здание будет одноэтажным, из белого кирпича с зеленой металлической кровлей и тремя куполами. В храме площадью 36 квадратных метров смогут находиться до 50 человек. В целом, по словам архитекторов, ничего нового для Барнаула, но примечательно, что при храме будет пандус, что большая редкость для краевой столицы, замечает барнаулец Вячеслав Кайгородов. У человека, независимо от его конфессиональной принадлежности, обязательно должна быть дорога к храму. И хорошо, если эта дорога, скажем так, доступна, открыта, еще раз подчеркну, независимо от того, посещает ли человек синагогу, мечеть, храм или еще какие-то учреждения. Говоря о доступной среде, нередко разговор ограничивается только пандусом, замечает общественник. Но неплохо бы ввести новшества для людей и с другими недугами. Условно говоря, на какие-то, может, большие праздники, религиозные праздники, было бы, например, уместно прибегать к службам сурдоперевода, чтобы какие-то отрывки хотя бы из служб были переведены для неслышащих людей. Но все это пока рассуждения, в том числе и появление при храме воскресной школы. Тем временем возвести само здание планируют в течение полутора-двух лет. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.